Продолжение следует... Руководителем бизнес-анализов компании Instinct Tools. Это аутсорс-компания, которая находится в Германии, Польше, Беларуси, Казахстане. Также являюсь тренером по бизнес-анализу и системному анализу. Там же в Беларуси, в городе Минск, в IT-академии. А вообще в IT я работаю с 2008 года. Это уже чуть более 14 лет. За это время я успел поработать и в продуктовых компаниях, и в аутсорс-компаниях. Начинал свой путь сопровождения, занимался тестированием, работал на разных позициях аналитиком и бизнес-системным. Был в управлении менеджером продукта также. Клиенты у меня также были разные. Это были и госкомпании, и частные компании. Вот. И думаю, во мне этого хватит. Давайте, наверное, продолжим. Опять-таки, пока подходят люди. Кому вообще будет интересна моя сегодняшняя тема, моя презентация? В первую очередь она будет тем, кто не знает, что такое таблица принятия решений. В первую очередь она будет интересна тем, кто, возможно, знает, что такое таблица принятия решений, но не до конца понимает, какие проблемы можно с их помощью решать. Вот. И третья, кому может быть интересна моя тема, это тем, кто ищет практические примеры. Потому что в основном весь мой доклад будет построен именно на практических примерах, которые я применял в своей работе с использованием таблиц принятия решений. Делать свою презентацию я сегодня буду в рамках контекста проектирования систем, которые помогают автоматизировать процессы принятия бизнес-решений. То есть бизнес в своей работе хочет получить максимальную прибыль, и, соответственно, очень часто им приходится принимать различные решения, давать скидку клиенту, не давать скидку клиенту. Какой продукт предлагает он? Красненький или синенький? И когда аналитик проектирует такую систему, он может сталкиваться с различными проблемами. Какие это могут быть проблемы? Это могут быть проблемы, связанные с выявлением требований. Поскольку бизнес-правил, на основании которых бизнес принимает свои решения, достаточно много, эти бизнес-правила необходимо проанализировать и выявить возможные противоречия между ними. Вторая группа проблем — это проблемы, связанные со спецификацией требований. Специфицировать требования нужно так, чтобы они были достаточно компактно, удобно, сложены, чтобы их можно было легко презентовать и команде, и клиенту. Ну и, конечно же, изменение требований. Тоже с этими проблемами может сталкиваться аналитик. Необходимо достаточно быстро и эффективно вносить изменения в те требования, которые вы до этого уже написали. Таблица принятия решений — это как раз-таки тот инструмент, который поможет вам решить обозначенные мной проблемы в рамках заданного контекста проектирования систем, помогающих автоматизировать бизнес-решения. Визуально таблица принятия решения выглядит вот таким образом. Это картинка взята из стандарта. Таблица принятия решений — это на самом деле форма представления требований. Разработана она и стандартизирована по нотации Decision Modeling, которая как раз-таки предназначена для описания повторяющихся бизнес-решений в организациях этой нотации. И вообще сама нотация предлагает несколько способов представления требований. Это непосредственно таблицы, о которых я сегодня буду говорить, но также есть еще возможность представлять требования в виде графов или диаграмм. Атрибутов, которые есть у таблицы принятия решений, достаточно много. Нам для понимания моего рассказа в дальнейшем достаточно понимать, что есть входящие параметры. Это первые два столбика — Customer и Order Size, которые поступают на вход, и выходящие параметры — Discount. Это крайний столбик. Также еще хотел отметить, что таблицы принятия решений, они могут быть как горизонтально ориентированы, так и вертикально ориентированы. Тут у них остается то же самое, просто, скажем так, кому больше что нравится в работе, тот, кто и использует. В моем примере в дальнейшем на презентациях слайдах будет горизонтально ориентированная таблица. Как я сказал, свою презентацию я построил на основании моих реальных кейсов в практике. На данном слайде вы видите BPMN-диаграмму, которая представляет процесс выдачи кредита от момента подачи заявления до момента непосредственно выдачи кредита, состоящий из достаточно таких крупных блоков. Но в целом, я думаю, процесс кредитования, с учетом того, что многие эксперты здесь из банков, ну и люди тоже, я так понимаю, многие брали кредит достаточно понятен, есть некий этап подачи заявки, техническая проверка скоринга, дальше возможны варианты либо происходит выдача кредитов, внутри этого подпроцесса могут быть подписания договора, перечисления денежных средств, либо же могут быть другие ветки, когда может произойти отклонение заявки, либо потребоваться процесс верификации. Процесс верификации также обозначен, на основании которого может произойти либо одобрение, либо отклонение. Вот об этом я сегодня буду говорить. Конечно, не про все квадратики я буду рассказывать, не про все задачи, только некоторый из них, где я применял таблицу принятия решений. Давайте начнем. Первое действие – это подать заявку. Я работал в компании, не банковская, кредитно-финансовая организация, которая предоставляла кредиты. У нас был какой-то процесс кредитования, каким-то образом мы выдавали эти кредиты, но появилась потребность выделить кредитные продукты в неком отдельном месте, скажем так, сконфигурировать их и предлагать эти кредитные продукты клиентам на основании заявки, на основании тех данных, которые они вносят в анкету. Кредитный продукт, в нашем понимании, это был кредит. Одному клиенту мы могли предлагать кредитные продукты, он мог выбирать сроки кредитования, допустим, от шести месяцев до полутора лет, и с определенным диапазоном сумм. Понятно, в этих пределах он мог немножко корректировать, но за рамки выйти не мог. Другому клиенту мы могли предложить больший срок, большие суммы, и он в них мог тоже соответственно выбирать. Ну и дополнительные какие-то опции, наличие страховки и отсутствие. Вот это мы называли кредитным продуктом. Так вот, ну и, соответственно, передо мной стояла задача, скажем так, формулировать более детально требования для того, чтобы разработчики это автоматизировали. Что я начал делать? Первоначально я описал процесс подачи заявки в виде варианта использования, либо в виде use case, кому как удобнее называть. Понятно, что здесь вы видите не все атрибуты, варианты использования, только лишь основной поток. Но, тем не менее, вот это вот я описал вариант использования, основной сценарий. Вот. Ну и нам весь он не интересен. Нам интересен 11-й шаг, на котором непосредственно система предлагает пользователям доступный кредитный продукт на основании тех данных, которые он на предыдущих шагах вел. Вот. И, соответственно, здесь не описано, каким образом система делает выбор кредитного продукта. Первоначально я формулировал вот эти вот пункты, каким образом система предлагает, в стандартном виде, каноническом. Если, то система что-то делает. То есть, если пользователь от 18 до 20 лет, и он ни разу там не брал у нас кредит, то система должна предложить ему такой-то кредитный продукт. Если пользователь от 18 до 60, он у нас уже брал кредитный продукт, то предложить ему такой-то кредитный продукт и так далее. Спишек, условно говоря, набирался у меня, и мне каким-то образом надо было не просто его наполнить, но еще и слинковать. На тот момент мне показалось это неудобно. Я познакомился, скажем так, узнал от коллег, что есть такое понятие, как таблица принятия решений, и попробовал применить этот инструмент. Работал я на тот момент в конфлюенсе, в системе управления требованиями, и с помощью макроса экспант ставил для своего 11 пункта выпадашку, в которую поместил табличку. Поскольку все эти требования были однородны и могли быть объединены в одну табличку, вполне красиво у меня легло. На таблице вы видите как раз-таки четыре входных параметра. Понятно, что параметров было несколько больше, для презентации их достаточно. И выходной параметр, результат, соответственно, кредитный продукт, который мы предлагали. Давайте посмотрим на вторую строчку, точнее, на первую и на вторую строчку. Система, принимая на вход параметры тип клиента новый и возраст клиента, допустим, 20 лет, она отбирала эти две строки, и в дальнейшем необходимо ей было принять решение, какой кредитный продукт предложить, старт или успех. Это она делала на основании других двух параметров. Разница между доходами и расходами и кредитной историей. Это было мое первое знакомство, как я уже сказал. И в дальнейшем я продолжил использовать таблицу принятия решения уже при работе с задачей по подпроцессу верификации заявления. Здесь стоит вначале немножко оговориться, что такое верификация заявления. Возможно, кто-то знает, возможно, кто-то нет. Верификация заявления — это процесс, когда специально обученные люди, верификаторы и андерайтеры, выполняют ручную проверку заявления поступившего в банк либо в небанковскую кедитную финансовую организацию, проверяют документы, предоставленные, личную информацию, которую предоставил клиент, какую-то иную, действуя по какой-то методичке. То есть есть методичка. Вот здесь вы видите пример методички, которая была в нашей организации. Мы выдавали кредиты в Испании. Соответственно, верификация была написана на английском языке, поскольку для нас это был общий язык. И верификаторы должны были ее читать, какие-то пометки себе делать, и потом в системе уже непосредственно вносить результат, одобрен кредит или не одобрен, соответствующим выбором итоговой причины. Чем это было плохо и неудобно для нашей компании? Тем, что процесс входа нового человека, онбординга, занимал достаточно много времени, стоил дорого для нас. То есть нужно было обучить, рассказать про эту инструкцию. Дорого. Хотели сократить время, чтобы он мог сесть за компьютер, и компьютер сам ему задавал, грубо говоря, вопросы, что посмотреть, он отвечал и двигался по процессу как за ручку. Вторая проблема, которая была, это проблема рисков, которые были связаны с тем, что в некоторых случаях кредиты давались тем людям, которым не надо было давать, либо не давались тем, кому можно было бы дать, и мы могли бы заработать. Почему так происходило? Потому что был ручной труд, как бы внесение в систему, конечно, итогового результата было, но потом послед проверки, вот эти вот доп. контроли, они уже происходили позже, не все можно было проверить, и по итогу от рисков не избавлялись. Соответственно, решение, вторая проблема, которая была, это чтобы сама система на основании тех данных, которые верификатор, ответы на те вопросы, которые ему система предлагает, отвечала, и система, соответственно, принимала решение. Вот. Что я начал делать? Первоначально я попытался под процесс верификации заявления писать в нотации BPMN в виде задач шлюзов, но у меня это на самом деле не сильно получилось, потому что их становилось очень много, мне было тяжело их отслеживать и проверять, и выявлять вообще противоречия. Поэтому я решил воспользоваться таблицей принятия решений. Я начал, скажем так, заполнять входные параметры. Здесь на моем слайде вы будете видеть только 4 входных параметра. На самом деле, опять-таки, их было гораздо больше. Вот. Какие входные параметры здесь у меня представлены? Это какой идентификационный документ предоставил клиент? Допустим, вид на жительство, водительские права, либо паспорт. В наших реалиях в Испании это был документ НИИ ДНИ. Тоже, в принципе, аналоги нашего вида на жительство и паспорта гражданина. Проверка даты действия документа, то есть валиден, не валиден. Совпадение FIO с заявки данными в идентификационном документе. Там были три варианта. Да, полностью совпадает. Есть одна-две ошибки, не более. Или более чем две ошибки. Вот. Ну и подозрение на фальсификацию. Те документы, которые он представлял, могли бы, словно говоря, как подозрение на фотошоп, скажем так. И вот были три варианта. Да, есть. Однозначно есть, однозначно нет. И, возможно, есть, когда нужно было, соответственно, чтобы кто-то доп.контроль сделал. Посмотрел старший товарищ. Вот. Я начал составлять этот заголовок таблицы. Из этой методички потихонечку наполнял эти параметры. Как я работал? Ну, здесь вспоминается о части комбинаторика. То есть я брал параметры, которые встречались в методичке, и начинал их перебирать. Значит, для начала первые три столбика заполнены. В данном слайде у меня заполнены одинаково. То есть тип документа один и тот же предоставляется или ДНИ, или НИ. Дата валидна. И совпадение FIO в документе и в заявке полное и однозначно. И идет перебор просто последнего четвертого столбика по параметрам, которые возможны. Нет, возможно фальсификации и невозможно. Ну, соответственно, под это дело рисуются выходные параметры, одобрение, отказ, либо требуется какое-то дополнительное уточнение. Возможно, звонок пользуется, клиенту, возможно, консультация со своим начальником. Продолжал заполнять эту табличку. То есть первые два параметра, первые два столбика отстаются у меня теми же самыми, НИ или ДНИ, и дата валидна. Меняется значение второго столбика, то есть уже возможно несовпадение FIO в заявке с данными в идентификационном документе, могла быть одна или две ошибки. И идет перебор опять-таки по третьему, по последнему столбику, по последнему параметру. Нет совпадений, возможно, либо невозможно. Ну и соответствующими выходными значениями. Так я продолжал заполнять до самого конца. Для чего я все это в итоге делал? Для того, чтобы перебрать все возможные варианты, которые есть. Напротив каждого столбика я дополнительно помечал, из какого пункта методички я это взял. В некоторых случаях это был конкретный пункт, в некоторых какой-то конкретный абзац, могла быть номер страницы, потому что там тоже был некий хаос. Что мне это дало? Мне это дало полную картину, как происходит процесс верификации. Я нашел какие-то возможные дырки, которые показал соответствующим людям, разрабатывающим эту методичку. И мы проговорили, как должны эти ситуации обрабатываться. Что я сделал после этого? После этого я пошел в обратную сторону. Я начал синтезировать. То есть я начал объединять эти правила в одни общие, дабы уменьшить количество строк в этой табличке, потому что получилось их много. Процесс был построен по какому принципу? Условно говоря, берем по выходным параметрам, фильтруем табличку, находим строчки, например, с отказом, и находим, что некоторые из этих правил, они одно, скажем так, поглощают, включают в себя другое. В данном случае последнее правило красное полностью объединяло два правила, которые выделены синим. То есть неважно, предоставил мне документ и в одном, во всех трех случаях один и тот же НИ или ДНИ. У меня есть в четвертом столбике параметр фальсификация данных, что она есть четко. То мне неважно, валидны даты документа, невалидны, совпадают фио в заявке, не совпадают, насколько не совпадают. Я их объединил, оставив, соответственно, пустую ячейку, которая говорит о том, что любое значение, которое там до этого указал человек, верификатор, не указал, система уже делает отказ, заявка уходит из обработки. Таким образом, моя табличка несколько уменьшилась, стало гораздо проще и легче, при этом я не потерял основные принципы, на основании которых бизнес принимает решение. Дальше я, конечно же, совместил это, визуализировал BPMN через стандартную тип задачи бизнес-правила, которая есть. BPMN сделал линку на свою табличку. Кому интересно было смотреть общую картину, смотрели на общую картину. Кому было интересно перейти в детали, переходили по ссылке, смотрели на детали. Что дальше? Дальше, конечно же, жизнь стоит на месте, и необходимо вносить какие-то изменения в тот процесс, который автоматизировали на основании моих требований. Как я это делал в первоначальном, в самом начале? Значит, первоначально у меня цель это было выявить и специфицировать требования, и у меня не было цели строго следовать нотации, decision modeling notation. Соответственно, что я использовал? Я использовал стандартную историю изменений и выделение цвета. То есть это Excel, есть отдельная закладочка, условно говоря, с историей изменений, кто когда что изменил. На другой закладочке непосредственно моя табличка с этими бизнес-правилами, таблицы принятия решения. Ну, я подсвечивал зелененьким строчкам новый столбик, строчку, которую добавил, там либо что-то новое внес, желтенькое что-то поменял, красненькое что-то удалил. Ничего как бы такого нового не придумал. Первоначально это было достаточно легко, и работа как бы велась. Потом с количеством аналитиков, которые появлялись на проекте, с тем, что работа начала параллелиться, и некоторые задачи шли в работу, а некоторые не брались в работу. То есть требования прорабатывались, изменения вносились, но в работу могли не идти. Возникла проблема, как решать эти конфликты, что с этим делать. Ну, соответственно, здесь мы тоже ничего нового не придумывали. Мы посмотрели, как работают разработчики с репозиториями, своим программным кодом. То есть там есть у них понятие мастер ветки и локальные ветки. Соответственно, принцип следующий. У нас был в конфликте страничка, в которой тоже есть специальный макрос файл, куда можно загружать файлы, он номера версии присваивает для этих экселек. Вот мы ввели, соответственно, вверху у нас была история изменений, некая табличка, и как это выглядело. Допустим, вот внизу вы видите 1, 2, 3. Это мастер ветка со стартовой версией файла, допустим, номер 100. У вас был релиз 21.1, который 10 сентября ушел. И в табличке было три строки. 1, 2, 3. Потом по каким-то причинам один аналитик внес четвертую строчку, поскольку у него было такое требование, был запрос от бизнеса. Другой аналитик параллельно, допустим, может спокойно удалить третью строку. Соответственно, они это делают, создают себе файлики и загружают в Confluence версии 109 и 105, тестируют это каким-то образом с разработчиками, с тестировщиками. И потом наступает тот момент, когда нужно выпускать релиз и, соответственно, создавать следующий файл 120-я версия для релиза 21.2, то есть выполнять так называемый мерж. Ну и, соответственно, итоговая версия у нас содержит уже строчку 1, 2 и строчку 4. Строчка 3 была удалена одним человеком, строчка 4 была добавлена другим. Для этого у нас был выделен отдельный человек, который просто в конце, скажем так, садился и соединял все эти. Конечно же, если не было конфликта, все это было легко. Если возникали конфликты, когда, допустим, один человек вносил изменение в вторую строчку, второй тоже вносил изменение в вторую строчку, то вот этот человек вылавливал этот конфликт, звал их, и они как бы разбирались, и, возможно, приходилось переделывать, совмещать эту строчку, общее правило и перетестировать. От этого как бы никуда не деться было. Работали таким образом. Как по-другому можно работать, и как работали далее, будет представлено на следующем слайде. Значит, если вы используете таблицы принятия решения уже в своем продукте, в готовом, то есть они у вас полностью встроены, вы не работаете таблицами принятия решения для спецификации требований, просто чтобы дать их разработчикам, то есть это не обычные Excel-ки в стороне, а это непосредственно уже что-то встроенное в систему, то вы, конечно же, должны строго следовать нотации, Decision Modeling Notation. И, соответственно, в данном случае вы будете работать с какими-то вот из этих платформ, либо с платформой автоматизации рабочих процессов, такими как, допустим, Камунда, либо системами управления бизнес-правил. Допустим, система у панели таблет, с которой я работал. Отличие этих систем в том, что платформа автоматизации рабочих процессов, она обычно в себя включает и BPMN-движок, и возможность работать с Decision Modeling Notation. Два в одном. Система управления бизнес-правилами — это отдельно выделенный движок для вот этих вот бизнес-правил для работы с Decision Modeling Notation. Когда вы будете работать с такими системами, то, соответственно, там уже будут некие проверки встроены на формальность исследования нотаций. Там вы сможете, как я, например, в системе OpenL Tablet настраивать какие-то тесты, то есть вы можете задавать тестовые сценарии, которые вы хотите обязательно, чтобы были покрыты, и как только вносится какое-то изменение кем-то, тесты прогоняются и выдаются ошибки. Соответственно, если какая-то строчка была кем-то случайно удалена, а у вас тестовый сценарий, бизнес, который был заложен, не исполнился, соответственно, это повод задуматься. Возможно, что-то было удалено неправильно, либо второй вариант — надо менять тесты. Ну, по крайней мере, это был сигнал задуматься. Вот. Понять, все ли требования, все ли вы правила покрыли, эта система вам тоже не поможет. То есть они помогают только в формальной исследовании нотации и вот эти вот встроенные бизнес-тесты, которые вы сами напишите, если напишите. Вот. Система непосредственно внесения изменений, она идет по такому же принципу, как до этого я показывал с файликами, то есть есть мастер-бранч, локальная бранча, те же самые мержи, те же самые конфликты, те же самые проблемы, просто они вам подсвечиваются и меньше шансов, скажем так, ошибиться. Но решение проблем все равно приходится в случае конфликтов решать с людьми. Вот. Значит, здесь я, наверное, хотел уже подводить итоги. Значит, смотрите, я говорил про проблему выявления требований и при работе с техникой анализ бизнес-правил в сочетании с таблицами принятия решений, таблицы принятия решения позволят вам сделать анализ синтеза выявления противоречий гораздо проще в этих бизнес-правилах. Спецификация требований. Если вы будете выполнять спецификацию требований и использовать техники моделирования процессов, например, BPMN, то, что я показывал, либо варианты использования use case в сочетании с таблицами принятия решений, это вам даст, сделает ваши требования более компактными и информативными. Вот. Ну и, соответственно, изменение требований, внесение изменений, эффективное внесение изменений, сочетание вот этих вот использования таблиц принятия решений вам позволит это делать, выявлять эти противоречия и зависимости и вносить измеления гораздо быстрее и проще. Конечно же, здесь стоит оговориться, будет это у вас автоматизированная система либо не автоматизированная обычная Excel. Но в любом случае, даже по Excel фильтрация и поиск лучше работает, чем по тексту и по диаграммкам на картинках. Вот. Ну и небольшой постскрипт он такой, где еще можно использовать таблицы принятия решений. Я вам рассказал пример из финтеха, то есть это про подачу заявки кредитной, про верификацию. В финтехе на самом деле это можно использовать много где еще, в прод проверки, compliance control, но не только в финтехе это можно использовать, это можно использовать в частности и в страховании, где я тоже работал и применял эти таблицы принятия решений, в частности, например, для определения страховой премии, которую необходимо определять при подаче, опять-таки заявки. В ритейле можно использовать определение процента скидки, которое мы предоставляем клиенту, либо определение типа клиента, там VIP, не VIP, либо какой-то там одной группе, он может у нас относиться, первичный, повторный. Вот. Образование, да, в домене образования тоже можно контролировать обучение по курсу, то есть если он у вас разбит на какие-то этапы, завершенности, баллы, и в итоге отслеживать, проведен или не пройден, пропускать его на следующий этап, и в целом контролировать завершенность как такового обучения целиком. В медицине, да, тоже можно применять, то есть выдача неких рекомендаций на основании каких-то анализов, предыдущих осмотров, система может предлагать какие-то рекомендации врачу, и врач уже, условно говоря, может как-то озвучивать клиенту и работать далее. Вот. В кадрах для оценки кандидатов, сотрудников. Вот. Это были все примеры систем, где вы принимаете бизнес-решения, в том числе, да. Вот. Но, однако, я также это применял и для, скажем так, систем, которые вообще к бизнес-решениям никакого отношения не имеют. Допустим, у вас есть обычная экранная формочка, любая, с каким-то набором полей, и вам нужно часть полей отображать пользователю, часть заполнять дефолтными значениями, часть какими-то мандаторными, обязательными правилами определять, где-то задавать списочные значения, которые могут выпадать. Ну и, соответственно, как мы это делали? Мы делали тоже через таблицы принятия решения. Когда мы занимались страхованием Америки, у них в разном штате разный набор параметров возможен, разные дефолтные значения, разные обязательные поля. Соответственно, система принимала на вход какие-то входящие параметры, условно говоря, что это за штат, что это за продукт, что это, возможно, за тип клиента, и возвращала фронту список полей, которые должна она отображать, дефолтные значения, дефолтные признаки, обязательности и так далее. Вот поэтому применять можно и в таких случаях тоже. На данном слайде вы видите ссылки, которые, я так понимаю, презентация потом будет предоставлена, вы сможете по ним перейти. Значит, первая ссылка — это непосредственно спецификация Decision Modeling Notation от компании MG Group, которая в том числе разрабатывала UML. Вторая ссылка — это на ту статью, на основании которой я сделал свой доклад сегодня. Третья ссылка — это те первичные источники, которые в свое время были мне интересны для первого погружения в эту тему. Вот, я их у себя нашел и делюсь с вами. И четвертая ссылка — это система Open Source OpenL Tablet, вот этот как раз-таки движок для хранения бизнес-правил, с которым я работал, который как раз-таки использует таблицу принятия решений в работе. Ну и пятая — это книга для гурманов, скажем так, на английском языке, которому понравится Decision Modeling Notation, но они хотят продолжать погружаться в эту тему. Вот, на этом у меня все. Если есть вопросы, то рад буду ответить. Здравствуйте. Слышно? Спасибо. Спасибо большое за доклад. Хотел спросить про таблицы и то, как вы работали с их версионированием. Были ли кейсы, когда вы понимали, что один из атрибутов таблицы вы заранее не выявили и не включили его вообще в формирование правил? И что в такой ситуации делали? Нашли ли, может быть, какой-то инструмент трекинга или просто удобной переработки таблицы? Вы имеете в виду вот здесь, когда я при работе? Когда добавлялись не строки, а столбцы в таблице? Просто первый вопрос был про версионность. То есть версионность, ну вот мастер-бранч, не мастер-бранч, то есть работали так. Да, на самом деле, изначально вопрос про то, что делали, когда в таблицу приходилось добавлять столбцы, а не строки. Это полная переработка или вы нашли какой-то способ делать это удобно? Ну, добавляем столбец. Методом комбинаторики опять-таки перебираем все варианты, за счет того, что для каждой группы у нас идет перебор. Ну и смотрим. У нас же приходит бизнес-правило, у меня же какое-то приходит либо требование, либо ссылка на какую-то инструкцию, которая новая появилась. Я на основании нее, соответственно, вношу и перерабатываю. Ну, по сути, да, переработка всей таблицы. То есть я не знаю, как это сказать. Удобно, оно все под рукой, и ты просто проходишь по каждой строчке и смотришь, как оно должно себя вести в случае, если вот сюда добавляется это значение. Да, но при этом и количество срок тоже увеличивается, потому что плюс новый атрибут плюс комбинации. Спасибо. Ну, за счет того, что у меня, условно говоря, некие были бизнес-кейсы, тест-кейсы, которые, например, в системе, если я автоматизированный, когда уже работал, да, я мог добавить бизнес-кейсы, запустить и проверить, что у меня, во-первых, старые не сломались, во-вторых, новые заработали. То есть в автоматизированных, конечно, в этом плане попроще, ты не потеряешь. И тебя хоть что-то может подстраховать. А когда такой системы нет, то это, конечно, только в голове перебор. Но, опять-таки, за счет того, что это Excel, и можно как бы фильтровать, оно легче, чем работать просто со списком требований в каноническом виде, если система то, либо если работать с диаграммками. Я считаю, что это просто более удобный инструмент. У кого-то есть вопрос еще? Спасибо.